Здравствуйте! Дорогие четвероклассники, мы начинаем урок русского языка и литературы. Сегодня мы продолжим изучать второстепенные члены предложений. Вы узнаете, что такое определение. Научитесь определять определения в предложении. Тема урока – второстепенные члены предложения. Определение. Выполняя задание на уроке, вы сможете узнать о рекордах нашей планеты, связанных с животными, нашими друзьями. Выберите верные утверждения и узнаете, какое современное животное самое крупное на нашей планете. Что такое предложение? Предложение – это одно или несколько слов, связанных по смыслу и выражающих законченную мысль. Что является грамматической основой предложения? Конечно, главный членопредложения. Главный членопредложения – это Подлежащее и сказуемое. На какие вопросы отвечает подлежащее? Сказуемое подчеркивается двумя чертами. Членопредложения, которые дополняют и поясняют подлежащее и сказуемое, являются второстепенными членами. Второстепенный членопредложения, который обозначает предмет и отвечает на вопросы косвенных падежей, называются. Дополнение. Какие предложения называются распространенными? Распространенными называются предложения, которые, кроме главных членов, имеют и второстепенные. Какое животное у нас получилось? Синий кит. Оцените свои знания, используя выражение. Я понял. Я не очень понял. Я не понял. Синий кит – это самое крупное животное нашей планеты. Он может вырастить до 33 метров в длину и весить 150 тонн. Синий кит встречается практически во всех районах Мирового океана. Название свое получил благодаря своей шкуре. Она у него серого цвета с голубым отливом и покрытая серыми мраморными пятнами по всей длине. Если смотреть на это животное, когда оно проплывает под водой, но при этом находится недалеко от поверхности, оно кажется синего цвета. Соберите предложение. Синий кит заметил моряков. Найдите известные вам члены предложения. Кто? Кит. Это подлежащее. Кит что сделал? Заметил. Это сказуемо. Заметил кого? Моряков. Это дополнение. Какой вопрос можно задать к члену предложения, которое осталось? Кит. Какой? Синий. Второстепенный член предложения, отвечающий на вопросы «какой?», «чей?», «который?», обозначает признак предмета и называется «определение». В предложении «определение» подчеркивается «волнистой линией». Слово «синий» – это «определение», подчеркивается «волнистой линией». Соедини названия животных со словами-признаками, которые их описывают. Лиса – рыжая, жираф – высокий, волк – серый, зебра – полосатая, слон – большой. Отгадайте загадку. Этот зверь быстрее ветра. И могу заверить вас, что 120 километров развивает скорость в час. Избежать пытаясь плена, он почти неуловим и коварен, как гиена. Очень плохи шутки с ним. У него прямые ноги, словно у борзого пса. Но причислен он в итоге все же кошкам чудеса. Этот зверь немногочислен. В книгу красную зачислен. Очень схож с ним леопард. А зовут его гепард. Прочитайте текст. Гепард – красивое и ловкое животное. Самый быстрый иноземный зверь на земле, который, преследуя добычу, способен некоторое время бежать со скоростью 120 километров в час. Эта кошка совсем не похожа на кошку. Телом она больше смахивает на волка. Только шкура пятнистая, да морда, как у кота. Цвет меха гепарда – палевый. На нем равномерно разбросаны черные пятна. Но есть место и белому цвету – кончик хвоста и верхушки ушей именно этой окраски. Какие члены предложения позволили так подробно рассказать, как выглядит зверь? Правильно. Определение. Найдите определение и подчеркните их в тексте. Животное какое – красивое, ловкое. Зверь какой – быстрый, наземный. Шкура какая – пятнистая. Цвет меха какой – палевый. Пятна какие – черные. Цвету какому – белому. Ребята, наша планета Земля удивительно разнообразна. Гепард, конечно, на суше быстрее всех, но рекорд скорости принадлежит не ему. Птица Сапсан из семейства Соколиных считается самым быстрым животным в мире. Во время охоты он способен развивать скорость до 322 км в час. Или 90 метров в секунду. А самой маленькой птицей на планете является калибри пчелка. В среднем пчелка калибри от кончика хвоста до кончика клюва достигает в длину всего лишь 6 см. Птица калибри – единственные птицы, способные летать хвостом вперед. Прочитайте стихотворение про калибри, вставив подходящие слова. Используйте слова для справок. Летит комочек жизни, маленькая птичка. Ни шмель, ни бабочка, ни яркий мотылёк. Летит калибри, не открытая страничка, в природной книге фантастических имён. Летит калибри, зависая над цветами, и все цветы послушно распускаются пред ней. И пьёт нектар она замысловатыми устами, и море слов могу сказать о ней. Что объединяет вставленные в стихотворение слова? Правильно. Они все являются в предложении определением. Определение, как второстепенный член предложения, помогает нам наиболее точно описать предмет, о котором говорится в предложении. Оно делает нашу речь более яркой, выразительной. Ребята, пришло время прощаться. На этом уроке вы повторили изученные ранее темы по русскому языку и литературе. Узнали, что такое определение. Научились определять определение в предложении. А ещё вы узнали интересные факты о некоторых животных. Вы большие молодцы. Выберите картинку, которая соответствует вашему настроению после урока. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok